Цинга, куриная слепота, пелагра, бери-бери, рахит. Вам что-либо говорят эти названия? А ведь эти неизлечимые заболевания преследовали человечество еще сто лет назад, пока не были открыты витамины. В эфире телеканала «В Беларусь-3» и «Спутниково» «Беларусь-24» проект «Наукомания». Меня зовут Екатерина Берецкая. Здравствуйте. И, как вы уже поняли, сегодня мы будем говорить о пилюлях, которые большинство из нас за лекарства особо не считают, но многие люди сегодня свою жизнь без них не представляют. Итак, в ближайшие полчаса вы узнаете. Что такое витамины, кто их придумал и сколько сегодня вообще витаминов в природе? Витаминные комплексы – комплексное решение проблем или случайный набор элементов. И когда витамины становятся лекарством? Спросим у врача. Витамины – группа низкомолекулярных органических соединений относительно простого строения и разнообразной химической природы. Эти органические вещества объединены по признаку абсолютной необходимости для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи. Впервые пользу от витаминов заметили еще в античности, но загадочные вещества никак не назвали. В 1911 году польский ученый Казимир Функ впервые выделил витамин в кристаллическом виде. Он же предложил название для нового вещества. Изучением витаминов занимается витаминология – наука на стыке биохимии, гигиены питания, фармакологии и некоторых других биологических наук. Витаминология изучает строение и механизмы действия витаминов, их применение в лечебных и профилактических целях. Витамины условно обозначаются буквами латинского алфавита – А, Б, С, Д, Е, А, Ш, К и так далее. Некоторые из них являются не самостоятельными веществами, а комплексом отдельных витаминов. Современные названия витаминов приняты в 1956 году комиссией по номенклатуре биохимической секции Международного союза по чистой и прикладной химии. Рисовое зернышко. Спросите, при чем здесь витамины? А при том, что еще в далеком 1912 году польский ученый Казимир Фунг, изучая вещество в его оболочке, жизненно необходимое людям, придумал название витамин. Он просто соединил латинские названия – аминвещество, витажизнь. Видите, как все просто, но согласитесь, очень интересно. О том, что такое витамины сегодня и сколько нам их с вами необходимо, поговорим с Еленой Кравченко. Елена Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Елена Кравченко – фармаколог, автор более чем 200 публикаций, более 20 лет сотрудничает с белорусскими фармакологическими предприятиями, кандидат биологических наук. Что такое витамин и как он действует в наш организм? Началась эта история с витаминами с того, что были известны буквально единичные образцы. В первую очередь это аскорбиновая кислота, некоторые витамины группы В. Затем эта группа очень сильно витаминов расширилась. Все они обладают одним общим свойством. Они необходимы для деятельности организма и должны поступать извне с пищей. На 100 лет назад, когда мы еще не знали о витаминах, да, и пища была не такая у нас полноценная, да, но сегодня, казалось бы, современный мир уже в еде все, что можно. Но, тем не менее, витамины по-прежнему в тренде. Неужели пища все-таки не восполняет недостаток? Сто лет назад мы говорили о пище, что это хлеб, содержащий отруби, хлеб черный, в большом количестве, до килограмма в день. Это парное мясо. Солдат армии царской 800 грамм мяса в день мог съесть. Это овощи с грядки. Это молоко не порошковое, это натуральное молоко. И тогда действительно дефицит витаминов очень хорошо восполняется. На сегодня человек ведет сидячий образ жизни. Вот столько всякой пищи, если он съест, как ели наши предки, которые работали активно, то у него будет ожирение. О БАДах и о ваших в том числе мы обязательно поговорим. Сейчас я предлагаю посмотреть сюжет. На самом деле их всего 13. Именно столько сегодня витаминов. Давайте посмотрим, какие комбинации существуют и как, и по какому принципу, в принципе, комбинируют эти ингредиенты. Важность употребления витаминов для организма сегодня известна всем. При этом сложно найти какую-то группу веществ, о которой существовало бы столько же мифов, как о витаминах. А мудрецы средневекового Китая даже публиковали целые труды о пользе продуктов и их роли в поддержании здоровья. Казалось бы, зачем принимать синтезированные препараты, если можно всё получить с пищей? Многочисленные исследования показали, что у белорусов не хватает селена, это очень важный минерал, йода, не хватает железа, не хватает кальция и магния. То есть это основные минералы, самое главное для поддержания обменов веществ. Что касается витаминов, то белорусам не хватает витаминов группы В, В1, В2, В6, В12, не хватает витамина А, витамина Д. Мы стараемся создавать такие комплексы, приём бы которых помог восполнить недостаток, присущий белорусам в первую очередь. Если это касается детских комплексов, дети растут, у них обмен веществ очень большой. Им нужно витаминов на массу тела больше, чем взрослому человеку. В детские комплексы у нас всегда входит 13 витаминов. Кроме того, в детские комплексы мы добавляем минералы, те, которые не хватает детям. У нас просто есть витаминный комплекс, витамины минеральные, есть комплекс витамины с йодом для детей, есть комплекс витамины с карнитином. Карнитин – это соединение, которое на слуху у людей находится. Люди знают, что оно помогает в сжигании жиров, и очень многие думают, что это будет способствовать снижению веса. На самом деле, действительно, карнитин помогает сжиганию жиров, выработке энергии, которая нужна для работы сердца, мускулатуры. И для детей это очень важно. Любой витаминный или витаминно-минеральный комплекс, прежде чем попасть к потенциальному потребителю, проходит долгий путь. От выбора направления действия будущего комплекса и создания его теоретической рецептуры, через стадию опытного образца к испытанию его на качество. Нам с вами остается лишь выбрать сам комплекс и его форму. Витаминов всего 13, их комбинаций бесконечное множество, и каждый день появляются новые. При выборе витаминного или витаминно-минерального комплекса следует помнить, это не панацея от всех болезней, но важная добавка к ежедневному рациону. А теперь, как обещали, о биологически активных добавках. Потому что многие даже как-то не различают. Говорят, витамины, биологически активные добавки – это все-таки одинаковые или разные немножко вещи? И в чем отличие? Витамины могут быть как лекарственным средством, так и биологически активной добавкой. Это зависит отчасти от дозировки, отчасти от того, как зарегистрирована данная продукция на фармацевтическом рынке Республики Беларусь. И это совершенно определяет разные требования при регистрации к регистрационному досье. Что касается биологически активных добавок к пище. Их особенность – они не являются лекарством. И бывают двух групп – нутрицептики и парафармацевтики. Вот те БАДы, которые содержат витамины – это нутрицептики. А те БАДы, которые содержат травы и претендуют на биологическую активность – это парафармацевтики. Но требование таково, что суточная доза вот этих вот активных веществ в парафармацевтиках не должна превышать разовое лекарственное средство. Что вы сказали, не может быть панацея, я попробую вам возразить. Здесь кот в мешке привезла с собой. Биологически активная добавка, импортная, за границей привезённая. В аннотации, которая была, когда покупали, да, сказали от всего. Возможно ли в одной таблетке, чтобы, ну вот, просто всё, выпил и пошёл. Более чем в 80 странах мира к растительным продуктам не относятся как к лекарствам. Соответственно, они не проходят анализы, даже не требуется их продажа через аптеки. Много смертельных случаев. Пожалуй, последний вопрос. Может быть, есть какие-то ингредиенты, что можно прочитать на баночке в составе витаминов или биологически активных добавок, которые вы бы не советовали? В зависимости от возраста, может быть, от пола. Я бы не советовала принимать такие комплексы, которые содержат бор, потому что уже у нас наши поставщики нас информировали письмом о том, что бор влияет отрицательно на репродуктивную функцию. В погоне за красотой надо всё-таки посмотреть, что бор лучше исключить в детородном возрасте. Ликен тоже влияет на репродуктивную функцию. Я бы не советовала женщинам детородного возраста его употреблять. Спасибо вам огромное за этот витаминный ликбез. Ну а я передаю слово моим коллегам. Они отправились на поиски тех, кто по-новому взглянул на состав биологически активных добавок. Ценность ляного масла обусловлена высоким содержанием в его составе альфа-линоленовой кислоты. Однако основное достоинство льняного масла является его недостатком. Полиненасыщенные жирные кислоты подвержены процессу перекисного окисления липидов. Этот процесс окисления льняного масла приводит к сокращению срока его хранения. Также ухудшаются органолептические свойства льняного масла. Оно прогоркает, ухудшается цвет и запах льняного масла. Накапливаются продукты окислительной деструкции. Это не позволяет широко использовать льняное масло и разрабатывать биологически активные добавки на его основе. Над решением этой проблемы более 10 лет успешно работают сотрудники лаборатории химии свободно-радикальных процессов, учреждения БГУ, Научно-исследовательский институт физики химических проблем. Эти исследования послужили основой для создания безопасных и эффективных стабилизаторов льняного масла и биологически активных добавок на его основе. А также разработки технологий производства стабилизированного льняного масла. Эти технологии позволяют создавать льняное масло, которое обладает более высоким сроком хранения, не теряет своих профилактическо-лечебных свойств, содержит тот же состав витаминов и биологически активных веществ, которые содержатся в исходном льняном масле, нестабилизированном. После этого занялись разработкой биологически активных добавок на основе льняного масла. Было создано 6 рецептур биологически активных добавок. Биологически активные добавки содержат коэнзим Q10, витамины D3, это каротин, витамин Е, лютеин, селен, масло расторопши. Рекомендую гражданам страны использовать в своей диете льняное масло. Оно позволит улучшить ваше здоровье, может способствовать улучшению вашего здоровья и, соответственно, качеству жизни. Будьте здоровы! Это наукомания, смотрите далее. Витаминное производство, как делают полезные пилюли. Когда витамины становятся лекарством, спросим у врача. И от авитаминоза до аллергии. Особо чувствительным людям на заметку. Есть один витамин, недостаток которого я восполняю прямо сейчас. Это, конечно, витамин D. Достаточно просто выйти на улицу в погожий день, и вот он, долгожданный заряд бодрости и энергии. Вопрос только в дозе. Впрочем, как и со всеми витаминами. Когда витамин становится лекарством, спросим у врача Олеси Сидуковой. Олеся Леонидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Олеся Сидукова. Старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии Белорусской медицинской академии после дипломного образования. Врач-гигиенист высшей врачебной категории. Занимается изучением вопросов гигиены труда, гигиены питания и здорового образа жизни. Автор более 20 научных работ. В разных медицинских источниках витамин называют незаменимым органическим веществом, который необходим для поддержания жизнедеятельности организма. И именно эти вещества, то бишь витамины, участвуют в различных биохимических и физиологических процессах нашего организма. Так вот в каких конкретно процессах нашего организма участвуют витамины? Так как групп витаминов достаточно много, и, соответственно, они участвуют в различных процессах, но общее их действие – это участие в обменах процессов. Это и поддержание гомеостаза, это и гормональная деятельность, и антиоксидантная деятельность. То есть спектр очень большой. То есть они помогают этим процессам как-то лучше идти? Или без каких-то витаминов в принципе эти процессы не будут происходить в организме? Именно последний вариант, когда если не будет не хватать каких-то витаминов, то эти процессы просто-напросто не будут происходить. И человек может умереть. Пример с цингой, который сейчас не встречается, очень даже классический. И когда человек не оботрезал длительное время витамина С, он мог умереть от сердечных заболеваний, от кровоизлияния. Тогда скажите, витамины – это всё-таки вспомогательные вещества или всё-таки лекарства? Если не хватает витамина, процессы будут нарушаться, и, соответственно, возникает болезнь. И при некоторых заболеваниях витамины являются вспомогательным средством для их лечения. А можно ли, например, какую-то болезнь или несколько лечить только витаминами? То есть практикуется ли такое, вот заболел, прописали витамины, не знаю, может быть, даже по рецепту, и вылечился? Таких заболеваний, наверное, не существует, за исключением витаминозов в полных. Тогда, конечно, нужно прописывать какой-то определённый витамин, допустим, тоже витамин С при цинге или витамин А, и человек на самом деле может выздороветь. Но в целом те болезни, которые встречаются сейчас, они лечатся лекарствами, а витамины идут как вспомогательные средства. Может быть, есть какие-то, ну, стопроцентные признаки, что действительно серьёзный авитаминоз? В целом, если не хватает витамина, соответственно, это вялость, усталость, астенический такой синдром. Состояние кожи ухудшается, она шелушится, выпадение волос – также признак недостаточности витаминов, стоятся ногти. И часто инфекционное заболевание также может свидетельствовать, что питание что-то нарушено, не хватает витаминов. Лучше, конечно, обратиться к врачу, к специалисту, потому что такие симптомы, они встречаются при многих заболеваниях. И, соответственно, нужно обследоваться, установить, какая причина возможная. Ну, и врач уже назначит, в том числе, и витамины. По рецепту какие-то витамины продаются, например, только по рецепту? В основном витамины продаются в аптеке и в свободном доступе. Но некоторые формы врач может назначить, допустим, инъекционные. И, соответственно, инъекционные формы уже вводятся в поликлиники. То есть сам определить, что у тебя, чего тебе не хватает, человек не может? Достаточно сложно. Конечно, есть определенные признаки недостаточности витаминов. Допустим, кровоточилась дёсен. Опять же, мы возвращаемся к витамину С. Это один из признаков его недостаточности. Конечно, могут быть и заболевания дёсен, но и как признак недостаточности витамина. Вечером, если мы плохо видим, соответственно, нам не хватает питания витамина А. Но по другим признакам достаточно сложно определить, потому что может быть не хватает нескольких витаминов. И точно сказать, чего не хватает, можно только по анализам. Определили, допустим, с врачом, что не хватает витамина А. Достаточно просто принимать в чистом виде витамин или с чем-то, потому что, наверное, есть с чем-то усваивается лучше, с чем-то хуже. Витамин А может приниматься отдельно. Может также применяться как в комплексе витаминов А, С, Е. Это антиоксидантный комплекс. Но если установлена недостаточность тоже этих витаминов. Но если достаточно принимать одного витамина А, соответственно, назначается только этот витамин А. Олеся Леонидовна, у меня есть ещё к вам несколько вопросов. Но прежде чем я их задам, я предлагаю нам вместе с вами узнать, что же творится в витаминной сфере на планете время нашего научного дайджеста. Учёные Лондонского университета обнаружили неизвестное ранее свойство витамина D. Как оказалось, регулярный приём витамина D по меньшей мере раз в неделю способен защитить организм от респираторных инфекций. Особо полезно данное соединение для тех, кто страдает его дефицитом. Данное исследование объединило более 11 тысяч участников из разных стран мира. Ранее учёными уже было открыто благотворное влияние витамина D на рост костных тканей, а также эффективность в борьбе с несколькими видами рака и болезнями сердца. Витамины А и С способны воздействовать на клеточную память, уверена международная группа учёных. Как оказалось, эти витамины полезны не только для здоровья, но и для ДНК. Они могут избавляться от эпигенетических маркеров в геноме. Витамина А усиливает очистку эпигенетической памяти в эмбриональных стволовых клетках, увеличивая количество ТЭТ-энзимов, меняющих состав ДНК. А витамин С усиливает их активность. Новое исследование международной группы учёных позволило продвинуться в области регенеративной медицины. Оно позволит очищать стволовые клетки взрослого пациента, убирая из них всю лишнюю информацию и возвращая им характеристики эмбриональных. Ранее учёные установили способность витамина С убивать раковые клетки с мутациями и замедлять рост раковых опухолей. Благотворный эффект витамина С объясняется тем, что аскорбиновая кислота образует большое количество перекиси водорода в жидкости вокруг опухоли, убивая при этом раковые клетки. Перекись водорода и прочие агрессивные молекулы, порождаемые витамином С, подавляют работу особого фермента, который транспортирует глюкозу и прочие сахара внутрь клетки. В результате этого раковые клетки просто умирают от голода. За несколько минут до нашей с вами встречи я пыталась, так сказать, зарядиться витамином D. На солнышке посидела. Вот скажите, можно ли полностью восполнить недостаток витамина D просто вот на солнце? И вообще обязательно ли солнце, может быть, если тучи, мы всё равно получаем витамин D? Всё-таки необходимо пребывать на солнце. Достаточно 10-15 минут. Открытое лицо и открытые руки. И один раз в два дня. Этого вполне достаточно. Если вы живёте где-нибудь в солнечной южной стране, для населения Республики Беларусь всё-таки рекомендуется ещё дополнительный приём витамина D, либо посещаться солярий периодически в зимний период, в осенний и весенний период, если мало солнца. А вообще, в принципе, в зависимости от страны проживания, от народности, витамины рекомендуются разные? Конечно, такие особенности есть, но они связаны, скорее всего, с типом питания. Что преобладает в питании населения? Если в питании населения достаточное количество рыбы, и при этом они живут где-нибудь в Норвегии, соответственно, дополнительный приём витамина D не рекомендуется. Для американцев, если они достаточное количество кушают овощей и фруктов, то, соответственно, у них не будет проблем ни с пищевыми волокнами, ни с водорастворимыми витаминами, в том числе витамином С. Что касается тёмнокожих людей, если они приезжают в республику Беларусь, вот этой расе как раз-таки требуется дополнительный витамин D в обязательном порядке. Дело в том, что у тёмнокожих людей при недостаточном количестве солнечного света в меньшей степени, чем у белокожих, вырабатывается витамин D. Возможно подобрать такое питание, чтобы не нужно было обращаться к таблетированным витаминам? К сожалению, нет. Установленные, проводимые исследования в Республике Беларусь доказывают, что статус питания нашего населения не соответствует требуемому. Если смотреть исторические справки и сравнивать питание сейчас, можно выявить такую знакомерность, что для индустриальных стран, индустриальный тип питания характеризуется тем, что у нас повышенное содержание жиров, низкое содержание пищевых волокон, это клетчатки, и высокое потребление соли и сахара. И это приводит к тому, что такой дисбаланс требует дополнительное применение биологически активных добавок, и в том числе витаминов. Витамины вообще могут вызвать аллергии? Прежде всего, избыточное потребление витамина С. Если мы превышаем дозу, это один из факторов того, что возникнет аллергическая реакция. Может быть, есть несколько основных правил для человека, который решил всё-таки заняться своим здоровьем, добавить своему организму витаминов. Прежде всего, необходимо оценить свой рацион и посмотреть, чего всё-таки может не хватать. Если мы не употребляем 500 грамм фруктов и овощей в день, то, соответственно, витамина С и водорастворимых витаминов будет не хватать. Если мы не употребляем красное мясо, это говядина и свинина, это дефицит витамина группы В, и в том числе железо. К сожалению, на сегодняшний день растёт число людей, у которых регистрируется анемия. То есть это недостаток как железа, так и витаминов группы В, потому что они помогают усваиваться этому веществу. Далее мы оцениваем свой возраст, вес, и у нас разработаны санитарные нормы и правила, физиологические нормы потребности витаминов и питательных веществ. Соответственно, мы можем скачать документы и оценить, сколько витаминов нам нужно. Затрону тему, когда не едят красное мясо, да, однозначно сразу будет недостаток. А как же то, что сегодня в тренде – вегетарианство, веганство? Вегетарианство имеет свои плюсы и минусы. Плюсом вегетарианства является то, что там достаточно большое количество пищевых волокон, которых в обычном традиционном питании мы, к сожалению, недополучаем. Но недостатком вегетарианства является то, что не хватает витамина В12, некоторых других витаминов. Железа, опять же, не хватает, потому что растительное железо, оно хуже усваивается, чем железо, которое мы получаем от мясных продуктов. Но следует учитывать, что необходимо предупреждать это красное мясо, чтобы получить достаточно норму железа. Современные препараты железа, они хорошо восстанавливают потребность. Но человек также должен делать, наверное, периодические анализы, чтобы смотреть, хватает ему железа или не хватает, чтобы не произошла переизбытка. Спасибо вам огромное, было очень интересно. А мы продолжаем. Морковь – неоценимый источник каротина. Лимон, апельсин, даже капуста – источник витамина С. Можно питаться правильно, вести здоровый образ жизни, и тогда витаминов, наверное, будет хватать. Но это, согласитесь, непросто. А можно вот так. Одна топлетка, стакан воды и заряд энергии на целый день. Хотите узнать, как это сделано? Смотрим сюжет. Человеческий организм не может существовать без витаминов. Люди научились синтезировать и производить витамины в промышленных масштабах. Производство нашей продукции витаминов начинается со стадии загрузки и извешивания сырья. Самое маленькое – это где-то 0,1 грамм. Это идет на бочку, на смеситель, где-то на 200 килограмм. Активное вещество, которое распределяется, его нужно равномерно распределить по таблеточной смеси. Смешивание у нас происходит на смесителе Мексомат с программным управлением. На сенсорном табло устанавливают параметры. Время смешивания и скорость смешивания. И автоматически начинается процесс смешивания. В данном случае мы делаем витамины с селькарнитином. Это, то есть, витамины, которые предназначены для людей, занимающихся физической нагрузкой. Смешалось 13 компонентов, и после этого мы переходим на следующую стадию – стадию таблетирования. Устанавливаются параметры на табло – масса таблетки, высота таблетки, прочность сжатия, давление, полнота заполнения матриц в самом прессе. И идет процесс таблетирования. Чем больше масса, тем больше высота таблетки. Весь технологический цикл от момента загрузки исходных компонентов и до посылания в пеналы занимает где-то час-полтора часа. И вот мы дошли до последней стадии нашего производства – это стадия упаковывания. Все технологические стадии до упаковывания у нас происходят в чистых помещениях класса D. Будьте здоровы, а наши витамины помогут вам не болеть. История изучения витаминов насчитывает всего лишь чуть более 100 лет. Но еще в древнем Египте пациентам, которые страдали слепотой, врачи прописывали куриную печень. А ведь это источник витамина А. Случайно это совпадение или нет? Ответить на этот вопрос сегодня мы уже навряд ли сможем. Но зато на большинство других вопросов, которые вы так или иначе задавали себе, когда речь шла о витаминах, я очень надеюсь, что сегодня в нашей программе вместе со специалистами мы ответы нашли. Это была «Наука Мания» на телеканалах «Беларусь-3» и «Спутниково» «Беларусь-24». Меня зовут Екатерина Берецкая. Смотрите в будущее вместе с нами. И до встречи ровно через неделю.